Шеф-повар, Максим Григорьев. Дрожжевые банановые булки. Частенько готовим из продуктов, которые нужно использовать незамедлительно. Как раз совпало отсутствие хлеба и перезревшие бананы. Дрожжевое тесто с бананами не доводилось делать. Просмотрела интернет и да, есть рецепт. Главное, в АПИ можно. Рецепт изменила под себя. Тесто подходило дольше обычного. Булки получились душистые, с выраженным вкусом банана. Особенно мне было вкусно с соленым маслом и чесноком. Время приготовления – 35 минут. Ингредиенты. Бананы 3 штуки. Вода – 60 мл. Дрожжи сухие – 1 ч.л. Корица молотая – 1 ч.л. Масло – оливковое экстра-верджин – 100 мл. Мука пшеничная – 400 г. Мускатный орех молотый – 1 г. Сахар – 2 столовые ложки. Соль морская – 1 ч.л. Сыворотка – 180 мл. Шаг 1. Приготовим все продукты. Шаг 2. Сухие дрожжи растворить в теплой воде. Бананы очистить, смолоть в блендере. Мускатный орех измельчить. Шаг 3. Через 15 минут дрожжи выросли, будем замешивать тесто. В миску просеять муку, не забыть пряности и соль. Шаг 4. В муку влить дрожжи. Шаг 5. Добавить банановое пюре, сахар, соль, мускатный орех, корицу. Шаг 6. Замешивать тесто ложкой, добавляя попеременно сыворотку и оливковое масло. Шаг 7. Домесить тесто рукой, пока оно не станет отставать от стенок миски. Шаг 8. Миску с тестом поместить в пакет, надуть и плотно закрыть. Тесто подходит 1 час. Шаг 9. Тесто подошло, будем формовать булки. Шаг 10. Разделить тесто на второй части, выложить часть теста на подпыленную мукой доску. Шаг 11. Руками растягиваем тесто, скалку не использовать. Шаг 12. Свернуть тесто рулетом. Шаг 13. Выложить на подготовленный противень. Вторую часть теста растянуть руками. Шаг 14. Свернуть рулетом. Шаг 15. Выложить вторую заготовку на противень. Шаг 16. Сделать надрезы. Шаг 17. Накрыть льняным, простым полотенцем. Оставить на 1 час. Шаг 18. Подошедшие булки выпекать 30-35 минут, температура 175. Шаг 19. Получились такие румяные. Шаг 20. Выложить булки на решетку, накрыть полотенцем. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.